Зооуголок в детском парке Симферополя в очередной раз всколыхнул не только крымские средства массовой информации, но и российские. Без внимания не остался несчастный случай, который произошел в зоопарке накануне. Плачевно закончилась воскресная прогулка для местной жительницы и ее пятилетней дочери. Лошадь откусила палец девочки, когда та кормила животное. Теперь работа зооуголка приостановлена на неопределенный срок, а сотрудники государственного учреждения приступили к инвентаризации существующих ограждений. Что именно произошло, разбираются правоохранительные органы. Есть предположение, что лошадь вследствие неправильного кормления травмировала ребенка. Все остальные вопросы по инциденту, именно по нюансам, это к следственным органам. На всякий случай, мы на самом деле сейчас проводим еще раз инспекцию всех наших ограждений. Да, мы планируем полностью исключить контакт крупных животных с посетителями. Инцидент повлиял на судьбу животных. Все лошади зооуголка поставлены на карантин. За ними ведется ежедневное наблюдение, заведены журналы контроля. Трагедия заставила задуматься о том, чтобы в зооуголке детского парка установить камеры видеонаблюдения. Сейчас таких работает две, но в их поле зрения вольеры с лошадьми не попадают. Есть две камеры, но ни одна из них на ту зону не направлена. Безусловно, мы на сегодняшний день рассматриваем дополнительную возможность установки перекрытия всех зон, для того, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, либо в случае, если какие-то происшествия, не дай бог, не подобные случившемуся, но маломальские инциденты, чтобы мы могли ответить для себя, в чем причина, кто виноват и что делать. После происшествия девочка была госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу. Ребенок находится в стабильном состоянии, но сохранить палец медикам не удалось. Ребенок к нам поступил с диагнозом травматическая ампутация пятого пальца правой кисти. Была проведена операция по формированию культи, так как пальчик фактически полностью отсутствует, он был полностью поврежден по основную фалангу, чтобы в функциональном плане дальнейшая кисть была полностью сохранна. Сделали специальную пластическую операцию. На данный момент ребенок стабильный, все в порядке, рано, спокойно. Свою проверку начал Следственный комитет по Крыму. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит оценить меры безопасности зоопарка, проверить надежность ограждений, которые защищают животных от посетителей.